Муравьёв Никита Михайлович Потому что в корне не согласен с ним Я считаю, что обществу необходимы коренные реформы А с монархией надо что-то делать Я считаю необходимым отменить крепостное право И установить в России сплошной зашибись Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «К барьеру» с Владимиром Соловьёвым Сёпка, ты чё, зуба рухнул? Ой, извините В эфире программа «К топору» с Хрюном Морзовым О, господа, Хрюн Морзов Здорово, пацаны! В эфире моё политическое шоу «К топору» Ну, кому будем сегодня рубить башку? Такое известное дело С самодержавью, Алексашке Первому Вот он, гнида Сидит рядом с Зальцем Ой, возлиться Успокойтесь Господа, сходитеся Займите ваши позиции Во двух словах Значит так Я предлагаю написать Конституцию Распространить её между людьми Вызвать возмущение войске По мере военных успехов Во всех занятых губерниях Организовать собрание избирателей Влоть до создания единого народного веча Именно оно должно договориться с царём Решить вопрос о форме правления И принять Конституцию Ничего, ничего, внушайте Очень демократитский путь Но долгий какой ёшкин год Так и я о том Долго всё это Я предлагаю, во-первых, заколбатить эту гниту Вместе с гнедёнками О, ой Спокойно, спокойно Да А после этого вводится диктаторское временное правление С неграничной властью С помощью военной силы Временное правление удерживает власть до тех пор Пока революционные изменения не станут необратимыми Скажем, лет десять А потом самораспускается Да, ну чё, позиции сторон понятны Слово нашим секундантам Второй товарищ был более конкретен Да, да Но вот эти десять лет Десять лет это маловато Или это только один срок? А потом самораспуск Да, ну это вообще чушь Согласен Я хочу отметить, что господин Пестель и господин Муравьёв относятся к оппозиции Правда, Ирина? Конечно, Гриша, и нужно быть просто дураками, чтобы на этой позиции не объединиться Но всё-таки нам нужно выбрать победителя Да, и я считаю, что победил я А я, я Ну вот и поговорили Второй раунд Пстынь Э, пацаны Откуда столько революционного задору? Понимаете, мы с Никитой Михайловичем толбали француза Он даже был ранен под Бородино А Павел Иванович орден получил от Кутузова Ну-ну-ну, а я от боли бариот и чего? А то, чтобы увидели на войне Европу И нам в Европе очень понравилось А потом вернулись в Россию и поняли, что нам в Европе понравилось очень-очень Теперь-то я всё понял Итак, вы обои пришли с войны Обе, вы полковники Да даже если вы вдвоём объединитесь Вы мировую революцию сделать сможете раньше Ленина Это ежели объединимся? Да, собственно, поначалу так всё и было Мы поняли, что крепостное право надо отменять Да? А кто спорит? Надо отменять, давно надо! Так и отменяйте! Мы тогда же шоу закончим раньше времени! Да не могу я! Меня же дворянство удавит тогда! Ой, ну я надеюсь, в полигарическом смысле? Нет, в практическом К сожалению, как я, папеньку нашего Павла Первого, удавил шарфиком И табакерочкой по кумполу для верности Ой, понятно Покуда у монархии оживало сопли, дворянство создавало тайное общество Конец второго раунда! Пстынь! И дайте воды Стёпке, пока он кони не двинул Пока, на мой взгляд, сопли жует не монархия, а оппозиция На мой взгляд тоже Хотя я и не согласна Оппозиции надо срочно объединиться, а не жевать сопли Да, а вот тут я с вами совершенно не согласен Хотя вы, Ирина, и правы Я знаю, что права Хотя в этом вопросе занимаю противоположную себе позицию А я? Итак, господа, третий раунд! Пстынь! В 1821 году союз о благоденстве распадается на два союза Северное общество, которое возглавил Никита Муравьев И Южное, которое возглавил Павел Пестель И сложите ваш позитив Я предлагаю жесткий либеральный план Федеральное устройство Законодательный орган Народный Продолжение следует...